Этот человек, снятый камерой наблюдения на стойке регистрации в аэропорту Стамбула, бывший американский спецназовец Майкл Тейлор. Его вместе с сыном Питером уже в ближайшее время ожидают в токийской прокуратуре на допросе о нашумевшем побеге экс-главы автоконцерна Рено Ниссан Митсубиси Карла Сыгона из-под домашнего ареста в Японии. 59-летний ветеран зеленых беретов Майкл Тейлор и 26-летний Питер Тейлор по запросу японских властей были арестованы и предстали перед федеральным судьей штата Массачусетс на основе двустороннего договора о взаимной выдаче подозреваемых. В соответствии со статьей 9 договора, правительство Японии запросило Соединенные Штаты о предварительном аресте Майкла Л. Тейлора с заверением, что японское правительство предъявит запрос об экстрадиции в письменной форме через ответственные органы и в сроки, предусмотренные договором. Ордер на арест выдан еще на одного американца Джорджа Заека. На фото истамбульского аэропорта стоит следом за Тейлором, но пока его местонахождение неизвестно. Как бывшему топ-менеджеру, которого в Японии обвиняют в злоупотреблениях на десятки миллионов долларов, удалось бежать в Ливан, сейчас уже известно во всех подробностях. Вот в этом токийском отеле 28 декабря остановился Питер Тейлор и сразу же после заселения принял у себя Карла Сагона в номере 933. На следующий день сюда же приехали его отец и Джордж Заек. Бывшие спецназовцы прилетели в Японию из Арабских Эмиратов под видом музыкантов с двумя коробками для аудиооборудования. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вечером 29 декабря все четверо вышли из этих дверей и сели в такси. Гон, Тейлор, Старший и Заек отправились на железнодорожный вокзал и выехали на скоростном поезде в Осаку, а Тейлор-младший в токийский международный аэропорт, откуда он вылетел в Китай. Привезенные с собой ящики американцы оставили в номере Осакской гостиницы рядом с аэропортом Кансай. Есть кадры, как они, прибыв из Токио на скоростном поезде, заходят в номер втроем, но выходят из гостиницы только Тейлор и Заек и тащат тот самый ящик для музыкального оборудования. Вы прятались в этом ящике? Я не собираюсь давать никаких комментариев по поводу произошедшего. Вы знаете, что люди будут говорить, вы прятались в этой коробке. Я не буду ничего комментировать, я не подтверждаю, я не отрицаю, я не говорю ничего просто потому, что не хочу раскрывать людей, у которых нашлось достаточно смелости, чтобы поддержать меня в ситуации, когда не всякий готов протянуть тебе руку помощи. Каким образом бывшим командос удалось пронести огромные ящики, минуя досмотры в аэропорту Осаки и погрузить их в частный бизнес-жет, вылетевший из Стамбул, токийская прокуратура рассчитывает узнать во время допросов, когда американцев экстрадируют в Японию. Есть большие сомнения, что Карлос Гонн сможет протянуть им руку помощи в ответ. Сам формально находясь в розыске, Гонн, прибыв из Стамбула в Бейрут, все это время проживает на своей второй родине, в Ливане, который сразу после побега официально отказался выдавать японцам своего гражданина. Сергей Менгажев, Алексей Печков, Восточно-Азиатское бюро вестей, Токио, Япония. Субтитры создавал DimaTorzok